В четверг, 3 октября, в московском городском суде будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева на приговор Тверского районного суда Москвы. Защита экс-главы и владельца группы компании «Восток Цемент» настаивает на том, что Пушкарева судят не по тем статьям и требует пересмотреть решение суда. Общественность Владивостока единодушна. Дело Пушкарева тревожит несостыковками. Процесс благодаря позиции самого обвиняемого был максимально прозрачным и поэтому юристы и общественные деятели не скрывают своего мнения о процессе и его итоги приговоре. Восьмой канал узнал мнение известных во Владивостоке политиков, бизнесменов и общественных деятелей о приговоре по делу Игоря Пушкарева. Вот как оценивает роль Пушкарева на посту мэра и комментирует резонансное дело бизнес-омбусмен Марина Шемелина. С Игорем Сергеевичем Пушкаревым мы знакомы с тех пор, когда он был членом Совета Федерации. Затем, когда он баллотировался на должность мэра, я в то время возглавляла Лигу торговых предпринимателей, и мы приглашали Игоря Сергеевича к себе на собрание, и именно тогда родилась идея и инициатива о создании программы «Город для людей». Игорь Сергеевич сдержал свое слово, и когда он заступил на должность мэра, мы вместе с администрацией города организовали эту программу. И она долгое время работала, это действительно была программа «Город для людей», которая позволяла гражданам приобретать товары по существенно сниженной торговой надбавке. И именно при Игоре Сергеевиче активно заработал Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Почему именно при нем и почему активно заработал? Потому что совет был создан, и в совет входили предприниматели не по признаку преданности главе или по признаку активности, а именно представители всех предпринимательских объединений. И заседания совета всегда проходили бурно, в спорах, но именно в споре и рождается истина. И на мой взгляд, это были как раз самые активные годы работы Координационного совета. Также, конечно, очень неважное событие, которое, я думаю, что не только в памяти останется, оно и сейчас продолжает работать и действовать. Это создание Центра развития предпринимательства в Приморском крае, не в Приморском крае, а в городе Владивостоке. Так как мы создали этот Центр, аналогичных на территории Дальнего Востока не было. И я очень рада, что Центр, я, кстати, была его первым директором, и мы вместе его создавали. И сейчас я очень рада, что Центр продолжает активно работать. Кстати, он очень хорошо помогает предпринимателям, особенно в повышении правовой грамотности, предоставлении информации. Также предприниматели, желающие получить поддержку государственную, они также обращаются в этот Центр. Я рада, что он сегодня активно работает. И, конечно, на мой взгляд, помня все такие... Конечно, я не спорю, у нас были с Игорем Сергеевичем и споры. Я не отрицаю это, потому что последние пять лет я занимаю должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. И на этой должности всегда есть претензии к главам, в том числе и были споры и с Игорем Сергеевичем. Мы всегда находили конструктив, который был направлен именно на защиту прав предпринимателей. Здесь можно привести примеры сохранения рынка на БАМе. И все-таки мы решили вопрос, и на сегодня достроен и работает детский центр «Чайка». Все вот эти вопросы невозможно было решить без позиции главы. И, конечно, на мой взгляд, кажется, что такое лишение на 15 лет от отстранения от активной жизни такого активного человека, который может принести пользу именно на свободе, мне кажется, что это не совсем правильно. К тому же, если рассматривать вообще приговор, то 15 лет строгого режима, я не помню на своей памяти таких жестких приговоров. Игорь Сергеевич, я очень внимательно смотрела все трансляции, и видно, что Игорь Сергеевич признает то, что в его деятельности были нарушения. То, что, будучи главой города, он все-таки продолжал участвовать в ведении, в руководстве своим предприятиям, а это ведение предпринимательской деятельности, что категорически запрещено действующим законодательством. Но, на мой взгляд, тогда нужно и судить за это. Есть вина, и человек ее признал, значит, и суд должен как-то на это обращать внимание. Я очень надеюсь, что апелляционная инстанция рассмотрит дело очень объективно и по существу. Очень хотелось бы верить в наше правосудие, и еще раз говорю, что очень надеюсь, что эта вера все-таки укрепится после 3 октября. 27 сентября на личной странице в социальной сети Facebook экс-глава Владивостока сообщил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека и поделился своими мыслями о том, что за решеткой находится до 40% невинно осужденных людей. Защита Пушкарева подчеркивает, что бывший мэр Владивостока не оспаривает свое участие в управлении предприятиями «Востокцемента». Соответственно, за свою работу он получал доход, а не взятки. Переоценка деяния должна снизить срок заключения по страже с нынешних 15 лет, а возможно и отменить решение суда первой инстанции. Общественные деятели и эксперты допускают послабление в деле Пушкарева, вплоть до его полной реабилитации и признания его незаконно задержанным. Итог узнаем 3 октября. Реа Влад Ньюс будет ввести текстовую онлайн-трансляцию с заседания зала суда по апелляции приговора.